С 1 января 2021 года из объектов общественного питания исчезли трубочки и палочки для размешивания напитков, пластиковые стаканы, чашки, тарелки и пластиковая упаковка для продукции общепита и пищевых продуктов. К такому кардинальному изменению учредители и владельцы кафе, ресторанов и других заведений общественного питания готовились около года. Все это время они искали достойную альтернативу пластику и налаживали поставки экопосуды. По экономическим расчетам, изъятие такого пластика из объектов общественного питания позволит сократить расходы на переработку отходов, уменьшить ущерб от загрязнения пластиком, с учетом того, что он очень медленно разлагается. В настоящий день в городе функционирует 78 объектов общественного питания. По имеющейся информации, у них в настоящее время нет условий для мытья многоразовой столовой посуды, поэтому они используют посуду разового использования. По информации субъектов, на сегодняшний день практически все они заменили пластиковую посуду на приборы и разовое использование, которое сделано из картона, дерева и другого белого разлагаемого растительного сырья, натуральных материалов. Одним из первых, кто заменил пластиковую посуду на экологичную, стало кафе-бестро, расположенное на территории Брестского рынка. Здесь можно приобрести чашечку вкусного кофе, а также полноценно пообедать. В меню заведения нет ничего лишнего или изысканного, но каждая позиция обещает оставить посетителя довольным. Без посуды и столовых приборов горячий и сытный обед представить сложно, а потому в заведении с исключением пластика медлить не стали. И сами гости к этому отнеслись положительно. Наши гости все грамотные люди, они следят за указами нашего правительства и в принципе все были готовы к тому, что посуда будет действительно экологически чистой. Принципиально суммы для наших гостей не увеличились при покупке, но, конечно, где-то есть такие моменты, кто-то обращает на это внимание, для кого-то это проходит просто незаметно, ну и учитывая то, что прошло в принципе не так много времени, хотя наши гости, в общем-то, никаких великого дискомфорта не почувствовали, скажем так. Политика компании KFC с самого начала была сфокусирована на создании и использовании достойной альтернативы пластиковой упаковки, а потому и работали с поставщиками, которые предоставляют экологически разлагаемые материалы. Правда, в заведении использование пластмассовой посуды все же было, но достигало оно порядка 10%. Все вопросы, связанные с упаковочными материалами, которые, согласно вступившему в силу постановлению, нас особо не коснулось, так как мы уже с истоков открытия компании работаем 90% на экологически разлагаемых материалах. Осталось нам заменить 10% упаковки, которая не входила в эту категорию. Это мешалочки, пластиковые трубочки заменили. Для того, чтобы достичь цели запрета, сократить объемы пластикового мусора, который не только разлагается сотни лет, но и выделяет отравляющие вещества, потребуется не один год. План отказа от пластика в кафе и столовой в Беларуси разделен на несколько этапов. Полный переход на экологически разлагаемые материалы в общепите запланирован на 2023 год.